Сегодня я хочу с вами поговорить про признаки преддиабета, то, что путают с разными заболеваниями. И многие, знаете, обращаются к разным врачам, а-ля диетолог, психолог, невролог, андролог, в общем, не понимая, в чем тут суть. Я расскажу вам такие моменты, которые действительно влияют на вас. И это та история, которая может создавать некоторые такие трудности у других врачей. Первое, это, конечно, общая слабость, головные боли. Из-за повышенного содержания глюкозы может происходить интоксикация, которая влияет на общее состояние человека. И другой момент, повышенное артериальное давление. Вот эти все вещи с давлением, они напрямую связаны с глюкозой. Постоянное, постоянное чувство голода. Большое количество инсулина провоцирует постоянное желание есть. Плюс быстрое присоединение инфекций. То есть человек постоянно, постоянно болеет. И рецидивирующие молочницы у женщин. Это тоже та история, которая есть. Лишний вес может быть этой историей, а может его и не быть. Просто у человека может быть повышенное чувство голода каждые 2-3 часа. Плюс давление, плюс общая слабость, плюс повышенный пульс. И все эти вещи могут еще, кстати, при сильном сахаре, могут панические атаки, судороги, частая жажда, снижение зрения, нарушение сна, головные боли. Все это может быть такими вот проявлениями. И если мы с вами говорим про преддиабет, то, конечно, его предместники. Это еще и уписался ночью 100 раз. Это история, когда есть сидячий образ жизни бесконечно. И, знаете, такой момент постоянно, постоянно уставший. Проблемы с почками, проблемы с печенью, проблемы с сосудами. Это все из-за гипергликемии. И другой момент, если мы с вами говорим гипергликемия, она бывает. И очень важно сразу это все заметить. Соответственно, признаки бывают разными, вплоть до головокружения и судорог, как я сказала. И еще одна важная вещь, это то, что может влиять на все. Это ваш, в принципе, ваш уровень жизни. И об этом я потом поговорю с вами. Инфекции, головные боли, хронический стресс и тревога могут давать вот такие тоже моменты. Так же, как вялость, отложение жира, сонливость, усталость и нежелание действовать, потому что нет сил. И, да, действительно, про питание я снимала видео. Про нутрицептики тоже, про физнагрузки тоже. Но если вы заметили у себя вот такие ранние проявления, то они уже должны быть у вас под контролем. И, соответственно, все эти вещи будут давать вам большую энергию. Пишите.